В зале театрально-концертного центра участники локальных интернациональных войн, родные и друзья погибших. Их в этот памятный день пригласили, чтобы еще раз поблагодарить за подвиг, за служение, за верность Отечеству. 15 февраля – день, когда наши бойцы окончательно вернулись после кровопролитного и одного из самых сложных интернациональных конфликтов войны в Афганистане. Вернулись не все. Число погибших советских военнослужащих – более 15 тысяч человек. Сегодня уже по прошествии этих 30 лет, конечно, уже нет такой сильной боли. Боль была тогда, когда гибли товарищи, когда мы уходили, как в этих песнях поется, мне удалось, в смысле, моя, как бы сказать, функция была вывода советских войск с Афганистана. Многие наподрывались, как говорится, в этот период. Но, тем не менее, злоба уже прошла. Просто видев, в каком сейчас ситуации находится мир, я думаю, афганская война – это лишь только маленькая часть этих, как бы сказать, нескончаемых боевых событий. Говорить о тех событиях необходимо через боль сквозь слезы. Это та память, благодаря которой имена бойцов будут поминать как имена героев, отдавших жизнь за мир на земле, за покой границ, за свободную землю. Я не участник боевых действий в Афганистане, но у меня семь однокурсников там погибли. И сегодня хотелось бы отдать память и долг наш перед теми, кто не вернулся. Вечная слава, вечная память. И особенно родным и близким. А если задуматься, ведь совсем недавно праздник стал именоваться Днем памяти воинов, исполнявших свой долг за пределами страны. До этого времени он всегда носил гордое название, именовался Днем вывода войск из Республики Афганистан. И это очень символично, что он объединил в себе все те события практически 78-летней истории, то есть послевоенный период, за время которого наша страна, сначала Советский Союз, а потом Российская Федерация, вынуждена была направлять свои войска в различные точки земного шара. Всего таких вооруженных конфликтов и локальных войн за этот период произошло 59. За проявленный героизм, участие в интернациональных конфликтах, почетными и благодарственными грамотами награждали их, героев. Они без пафоса, но с честью поднимались на сцену, как когда-то без вопросов отправились выполнять свой воинский долг. Вот такие они, настоящие герои. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца.